я хочу понять что я делаю не что я делаю не так в каком смысле что вы делаете не так вам что вам плохо о чем тут речь что у вас не получается во первых я не знаю кем вы работаете что вы делаете какая у вас семейная по я могу просто писать то вы есть но вам это легче от этого будет у вас разброс по целям вы занимаетесь и тем и тем и тем не достигая одной цели переключается на другую цель у вас как бы сильное желание было иметь семью с другой стороны вам 100 лет этого и не надо было то есть у вас есть отношения с вашим супругом или супругами или не знаю с мужчинами у вас проблемные какие-то отношения у вас нету отношений с родителями вот это в первую очередь надо разобраться что с вашим отцом почему у вас не было с ним отношений с отцом скорее всего их не было вот понимаете как во всем основном и здоровье хорошее у вас и энергия у вас замечательные голова у вас светлая и интуиция у вас потрясающая у вас все есть я не знаю чем вы хотите заниматься дело в том чтобы созданы для нас вождения вы пятерка четко все прописано что вы делаете это все приводит тому что вы хотите так сказать наслаждаться наслаждаться помогать другим да вы для этой цели да вы помогаете физически вам работать не надо вот это все что я могу сказать как себя реализовать хочу быть нужны иметь радость от помощи другим имела разное посвящение каналы лучи но все застревает и прекращает работать начинаю сама болеть елизавета но смотрите как себя реализовать хочу быть нужным но вы же болеете да вы разберитесь сама замужиком 40 лет у меня трое детей двое внуков я врать наталья ну так а я же не говорю что а что у вас не получается квартире не получается как я не говорил о том что у вас плохо все у вас как раз таки все нормально у вас все здорово и замечательно но так как то что я сказал такого я сказал что у вас нет отношения с родителями вот не было где-то а чудо идет что отсюда идет вопрос который может могут еще раз не говорю что будут но могут переходить к вашим детям если это отец тогда это ваш сын должен быть опять же мы все ничего не бывает статично все есть динамично я приехал в индию да и мне сказали я был у наследника эти бригу вот которые там на пальмовых листах пишут гороскопы я пришел они сняли с полки прочитали гороскоп и там написано это я чего буду сидеть там написано моя жизнь дальше что она такой будет она будет такой на тот момент когда я приехал вот как я это думаю если я буду меняться будет меняться мой гороскоп следующий раз я приеду бы совсем другая информация поэтому у вас будет кто-то люди которые живут они чувствуют они они интуитивно у вас великолепная интуиция вы интуитивно знаете о том что что у вас есть и вы можете очень многие вещи менять вот ими вы меняете поэтому речь идет о природе вашей от рождения человек проживая или ему дают информацию меня или он самый он меняет эту информацию есть сценарий как говорит вадим за он есть судьба одна сценарий этой судьбы разные ну вот и все давайте посмотрим все таки елизавета да ну полагаю так что не знаю кем вы работаете но полагает что вы возможно не выполнять свое предназначение по здоровью у вас все от природы хорошо и энергия у вас есть у вас творческая натура вы должны заниматься творчестве но у вас подозрительность есть присутствует вашим вашей дате подозрительность к людям если это так то вы должны убрать это изначально надо к идеям подозрительность то есть вы возможно не верите в какие-то у вас авторитарный взгляд на вещи поскольку вы считаете именно так надо делать по другому нет не получится и тогда блокировка опять же идет энергии идет коса на камень как говорится и начинается нюансы начинаются какие-то вопросы которые могут естественно отражаться на здоровье но от природы на хорошее здоровье и все-таки это не такой уж юный возраст будем так говорить с неба ничего не падает добиваетесь всем тяжелым трудом цели у вас много вы их не добиваетесь потому что вы переключаетесь на другие цели вот ну и с родителями разобраться опять та же самая история нет контакта с родителями как правило бухгалтер бухгалтер это не ваша работа с моей точки зрения вы не бухгалтер это самое очень много бухгалтеров которые занимаются у вас нету во первых можно научиться чему угодно как бы считается что обезьяна может простите напечатать рендер если будет там много лет печатать большую советскую энциклопедию глупость полная но тем не менее нет у вас этих качеств моей точки зрения то что я вам сказал вы занимаетесь не своим делом это не важно вам надо заниматься творчеством она там вы имеете чувство красоты вы имеете чувство гармонии вы можете заниматься ну не знаю рисовать если вы не рисуете или рисовали вам вы будете быть дизайнерам но не бухгалтером конечно там есть гармония цифр bass как можно конечно эти где угодно гармонию но с моей точки зрения нет я был вам не рекомендовал этим заниматься вы очень ответственный человек и вы все так сказать семью вот вы для семьи для дома вы все туда вкладывать есть люди которые не вкладывают у них так сказать заначки где-то есть они туда не делегирует ничего да я своим отцом познакомилась 40 моих лет отца в детстве не было вы правы ну вот видите в этом и есть причина так это самое главное уважаемое поэтому у вас может что-то не получаться понимаете почему я уже много раз говорил отец в жизни девочки это первый мужчина в ее жизни вот смотрите рита сегодня говорила радикальное прощение есть такой radical forgiveness это обалденная вещь это не просто прощение это радикальное прощение это разные вот если будет желание вы задайте эти вопросы когда она будет в эфире на расскажет то есть без этого никуда мы не пройдем мы не пройдем у нас существует если у нас дисконтакт где то есть с нашими близкими особенно с родителями это будет постоянно как рефренд проходить через всю нашу жизнь это будет переходить на наши детей они чувствуют наверное наверное это будет проходить дальше на каком-то этапе вам надо этот вопрос решить даже если как бы все благополучно это и есть та самая профилактика которую нельзя отметать она есть она может проявиться когда вопрос другой то есть может быть ваша карма позволяет вам существовать сегодня и быть вот благополучным скажем каком-то положении но до определенного момента этот вопрос не решен это называется прорабха карма то есть карма это проросшая карма это корни они кольняться где-то очень и очень глубоко то есть то что сегодня на работ на сегодня сегодня сегодняшняя карма а то что было раньше она усугубляется усугубляется растет растет это надо решать каким-то образом понимать